менеджер уважаемые земляки мы продолжаем наш цикл передачи сегодня у нас в гостях мне приятно что владимир снова согласился в один из мантусов я думаю уже не нуждается представлением поприветствуйте наших и здравствуйте уважаемые земляки и подписчики и не только числа наших земляков я понимаю вот я специально вас пригласил надо хотел записать еще одно интервью и кто поговорить на тему комитета восьми вот в начале прошлого года комитета восьми можно сказать так ворвался в коммунскую общественно политическую жизнь и мне бы хотелось чтобы вы как член комитета рассказали что это за организация для до чего создана кто является членами этого комитета ну и все цели задачи вот именно об этом я хотел поговорить чтобы разъяснить нашим подписчикам потому что те кто общается вообще политических кругах очень много спрашивают что они хотят самый главный вопрос и кто понятно ну хорошо сказать давайте по порядку говорить о том что это какая-то организация комитета восьми наверное не совсем правильно почему потому что эта группа единомышленников значит как все было где-то пример не примерно а совершенно точно могу сказать это было 8 января текущего года меня пригласили наши земляки вот это люди которые родились и выросли в калмыкии сейчас проживают в москве достигли определенных высот имеет определенный вес в обществе искать уважение так далее я согласился и приехал на эту встречу и главная задача этой встречи была связана с тем чтобы сконцентрировать усилия земляков связанные с программами направленные на содействие развитие республики ну и говорить о том что как-то ворвались там и вдруг начали взаимодействие тоже не совсем верно резко появились ну хорошо резко появились объясняя почему вот именно так я хотел бы изложить ситуацию потому что вот то что мы планируем в качестве оказания содействия развития калмыки по разным направлениям уже давно делалось членами вот этой группе 8 сразу могу сказать что группа 8 это не догма можем сказать 8 плюс и любой человек который хотел бы развития нашей республики может и не может присоединиться в любое время но если он конечно достойный с точки зрения своего опыта и возможности оказать содействие хоть чем хоть добрым словом да может быть если он разделяет наши идеи связанные с хоть вот с тем что надо развивать свою малую родину он конечно может быть быть нашим членом единомышленникам и так далее так вот те люди которые ну раз уже назвали их комитет 8 такое название приклеилась как бы да вот хорошо давайте используем она приклеилась или вы сами себе назвали ну как бы специально ничего там никто не называл мы встретились там лучшая за ручка мы вот встретились у другого николаевича кстати встретились вот договорились о встрече именно у него наиболее удобная сказать очень гостеприимная семья ну и так далее вот и до того момент до нашего объединения ведь каждый по своему направлению что-то делал вот начнем сам дарья николаевич да давайте кто они такие да давайте вот кто не такие сначала перечислим а потом ну краткая информация вы таки хорошо кто такие кто они такие вот это александр легенов дальган и джиев это олег бартунов это юнтен гилюнг джиев анатолий батар китинов константин джимбинов ну и я как говорится скоти ваш покорный слуга я перебью я нашим подписчикам нужно сказать то что мы сейчас находимся в резиденции таком красивом месте у дарья николаевича я думаю мы позже даже запишем с ним интервью и покажем но все его вот это вот ну вот это резиденцию все это как место на его вот так простите но это его клиника и дом его поэтому вы будете записывать зададите вопрос он нам сам все расскажет более профессиональные подробно так вот все эти люди уже что-то делали для калмыкии вот тот же анатолий джиев например да он совместно там допустим с нашими земляками которые сейчас в листе находится да и при помощи олега бартунова не вообще сказать взяли и оцифровали калмыцкий язык сделали слова разработали и запустили программу айтишную программу недавно у них была передача на канале юрий что же этим занимается не вместе да да именно об этом очень хорошая работа и давно они это сказать этим занимались единственно что мы как бы теперь объединяем эти усилия и те направления которые наиболее востребованы скажем так да и имеет отклик большой от наших жителей наших земляков да мы будем концертировать внимание на вот этих направлениях либо вот опять же тот же натуре джиев там тот же дальган лиджиев да вот они занимались организации допустим благотворительного концерта спиваков приезжал со своими сказать виртуозами между многие участвуют да участвовали много ну вот я просто знаю вы же говорите кто из восьми я поэтому называю самая непосредственно часть я тоже принял в этом небольшое участие поэтому вы же говорите о о вас восьмерки я и говорю о нас давайте вот таким построим когда интервью выкуп сейчас мы говорим о комитете каждого окажем понемножку если вы рассказали было бы никак понять давайте так к сожалению вот несколько месяц чуть больше назад александра ивановича леджинова не стало вот мы ездили попрощались с ним поэтому не семерка не восьмерка сейчас да так если по факту ну александр иванович леджинова многие знают республик днр все вот это человек эрудированный искать патриот калмыкии много сделавший очень много сделавшие с точки зрения вот оказания содействия калмыкам не только не только калмыкам а всем нашим сказать землякам не только тем которые находятся в республике но за ее пределами вот он и возглавлял землячество и так далее и тому подобное долган николаевич леджиев это сказать ну это мой очень близкий друг и как бы постараюсь говорить так чтобы не слишком перегнуть и чтобы что-то не досказать но сказать что это человек талантливый своей сфере наверно ничего не сказать это доктор от бога я знаю какое к огромное количество людей он просто спас да и я этих людей видел лично да он закончил свое время горьковский медицинский институт и потом долгое время обучался за рубежом практику сказать нарабатывал в иглотерапии вот я не очень медицинской теме это не традиционно медицина это у него давайте спросим чтобы не делать я знаю что сказать он лечь людей иголками и он иглотерапевт и много там чего еще вот я знаю совершенно точно что этому посвятил он более больше 40 лет наверное вот и наверное все вместе взятая привело к тому результату что он просто спасать людей это говорит о многом мало того что он занимается сказать помощи нуждающимся людям с точки зрения медицины но он еще и как меценат оказывает содействие по разным направлениям это и спортивные вот мероприятия с его участием и наши спортсмены которых он когда-то поддерживал направлял даже обеспечил до их участие там соревнованиях то еще и на международном уровне ну вы будете снимать с каждым я так понял вы хотите снять я бы хотел бы и вот они расскажут на работе подробно с сознанием деталей вот дальше значит кто у нас юнтен гюлю великолепный молодой человек который выбрал путь монашеский получил замечательное образование религиозное как правильно сказать на духовно-религиозное тогда это называется духовно-религиозное образование буддийское в индии вот и я как-то смотрел материалы вот он же даже сама себе говорю но я был там простым мальчиком я учился в школе играл бегал футбол там свои занятия были и когда-то пришлось ему задуматься а что делать дальше да там вроде бы как он родители врачи у него и он подумывал об этом ну наверно так звезды сошлись и он выбрал путь служения народу в качестве религиозного деятеля вот он у нас сейчас администратор в нашем элистинском хруле сложное такое решение принять конечно не просто конечно не просто ну вот уже посмотришь на него до со стороны пообщаешься с ним понимаешь что это правильное решение когда-то он сделал правильное решение слава богу действительно он прям подходит и по на своей ментальности по складу характера своего да ну вот он действительно тот чем занимается и хорошо затем у нас константин джимбинов он правда мне родился не вылезти и не в калмыкия родился он если не ошибаюсь и мурманской области родвинске потому что у него папа был военный летчик заслуженный летчик ссср и только потом когда он уже уволился со службы по 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 выслуге лет но на пенсию военно они уже переехали в москву здесь он закончил финансовый университет может быть тогда он назвал финансовая академия так чтобы это никто не дергал меня как правильно и назвал неправильно вуз сейчас это финансовый университет называть вот и кандидат наук тоже кандидат наук до дрянька что же кандидат наук о каждом вот и он финансист работал в крупных международных компаниях является экспертом вот насколько я знаю неплохим предпринимателем и общественным деятелем дальше батар кетинов родился в калмыкии заканчивал наш университет когда у я имею ввиду по образованию историк очень сейчас он уже доктор исторических наук занимается он плотно с научной точки зрения истории буддизма и если не ошибаюсь история айратов именно он этим занимается насколько я понимаю такие люди практически нету на стороне как единиц на 23 человек ну я с ним разговариваю рассказывал так ну вот я например не встречал людей которые там занимаются конкретной истории айратов я знаю что мы допустим по весь люди которые знают историю допустим народа там калмыкии как республики и так далее и тому подобное очень много людей таких там уташек ездят вот тоже скать такой патриот вот но как раз батар кетинов он занимается с точки зрения преломления к религии так понимаю также он и во многих странах бывал это и индия естественно это китае там не ошибаюсь япония эти учился там же тогда следующее это у нас так никого не забыл олег бартунов получается олег бартунов вообще скатит талант звезда да мы все знаем он же заканчивал мгу он родился в листе если я не ошибаюсь заканчивал десятую школу и вот давайте пошутим для уже такой высокий рост и шутка такая вот этот длинный это как раз тот длинный из десятой школы вот ну мы встретимся с ним скоро другая николаевич сказал что мы будем собираться на очередную встречу там сказать для того чтобы скорректировать план вот он тоже кандидат наук заканчивал мгу ученый астроном и программист вот учился также он в америке в калифорнии в университете собственно говоря его можно даже называть одним из создателей русского интернета потому что вот они на основе имеющейся программе потом скотти дописали доделали программу которая стала рамблером в какой-то период времени это был самый скотин почти единственный поисковик у нас все помните потом яндекс появился сейчас не знаю что что больше пользуется спросом с точки зрения использования то ли рамблит ульяндер яндекс вот но тем не менее рамблит в свое время это практически единственный была возможность такая и это как раз вот ари бартунов да он у нас спортсмен недавно бегал даже да 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 но везде у нас и подписаны за границей и по стране вот значит такой современный потянутый человек вот очень много оказывается действия причем даже не всегда об этом говорит ну там оказался действие ну и как то так вот не особо ну скажем так не особо рисуется он тоже кандидат наук да он тоже кандидат наук так вроде бы все да по чуть-чуть о каждом никого я не забыл вроде так да а вот так такая цель размытая помогать развитию из публики как-то вы наверно собираетесь на обсуждаете что там делать какие-то определенные может той точки какие-то проекты вот это вот и есть понял ну как я уже сказал вот те направления которые уже реализовываются мы на них будем концентрировать внимание наверное появляются другие возможности вот в частности когда александр иванович был к нему обращались товарищи из нефтегазовой компании этот уже примерно кажется кому-то приводил вот зная что в калмыки есть газ ну естественно логично поставить там завод по сжижению газа да то есть чтобы делать спг сейчас очень востребовано ну вот они приехали что там ходили ходили разговаривали и так ничего не получилось отъехали 80 там 100 километров от алисты буденовск там их на руках сказать насилие радовались что есть инвесторы появились и пожалуйста два небольших завода там построить на труба будет из калмыкии идти и газ будет сжижаться уже в буденовске это просто как один из примеров поэтому не сказать то что вы хотели сделать но не получилось но это как бы не мы хотим представители комитета ну вот например они обращались завести к Александру Ивановичу да вот я к тому что не только те проекты они в основном социально-гуманитарного плана сейчас я же вам говорил это вот мероприятия связанные там допустим с с буддийскими праздниками вот мы проводили да там где-то проводил помните где в том числе проявили желание и участвовали между вместе с нами и руководство местное руководство да это вот это было и как раз это и глава вручал приз победителю не от себя лично это было да правда но вот это не это не не первый праздник их много было в течение нескольких лет строитель комитета инициировали абсолютно и в течение несколько лет проводились именно вот членами комитета а потом уже начали получил согласие от местных органов власти они тоже начали принимать участие мы не мы не против ради бога кто хочет естественно может подключиться это вот я хочу сказать что наверное один из положительных примеров когда вот взаимодействие пошло на развитие вот этого еще раз подчеркивать таких праздников этих мероприятий до того мероприятия который вы назвали мы проводили в течение последних там четырех-пяти лет каждый год вот то есть это к тому что каждый из вас по отдельности всегда участвовал в каких-то мероприятиях каких-то праве республика помогал а теперь вы объединились да теперь мы объединились и будем еще больше привлекать наших земляков либо сказать людей которые не равнодушны к развитию в калмыкии это могут не обязательно быть земляки а просто неравнодушные люди да как появилась идея объединена объединиться вот комитета 7 ну я скажу о себе вы же будете я так понимаю скажем и на такие же вопросы будем задавать уже будем говорить про комитет вот смотрите меня просто пригласили на эту встречу и сказали что вот мы знаем что ты так патриотично настроен вот можешь вместе с нами разделять наши идеи искать и задачи будешь ли ты с нами вот в этом направлении взаимодействие конечно да почему нет цели задачи ясны и прозрачный логичный да хорошо я приехал восьмого гости и дальгану ну даже как не гости вот его семья считает членом меня членом их семьи и я горжусь эти а ну вы раньше дружили до других людей вы знали ну ну я знал костью я знал батора юнтон юнга я не знал ну как бы заочно знал ну вот тогда мы с ним впервые познакомились лично вот соответственно о олеге бортунове тоже знал но лично не был знаком и насколько я понимаю тоже обо слышал там не знал и здесь мы уже познакомились лично вот александр ивановича знал и он меня знал но также мы вот так вот плотно не общались а уже после создания комитета мы уже общались достаточно тесно анатолий джиев мы с ним были знакомы еще до этого да ну и для николаевич естественно это мы с ним давно зина и еще с детства когда он в нашей 17 школе учил нас маршировать и готовил к смотру строя песни где наш класс занял вам первое место сашку рисков может сбил старший класс хочется не он как бы курировал наш класс тогда то есть большая часть членов комитета находится москве это люди патриотично настроены и готовы помогать они уже оказываются действия развитию республики помогает не готовы помогать и готовы искать еще больше искать и привлекать для этого средств людей и оказывать вот это содействие развитию допустим по гораздо более широкому спектру направлений деятельности такой вопрос я думаю не могу не задать юнтен геленг из всех вас он сам самый молодой еще и монах как получилось так что он попал в комитеты ваше общество если вы знаете на этот ответ это понимаешь у Александра Иванович да его позвал меня с ним познакомил Александр Иванович да это правда как они разговаривали по поводу комитета я не знаю на мой взгляд наверное эта идея объединения она уже давно витала вот в умах многих в каком виде в каком формате когда кто предложит да кто там выступит инициатором это вот как-то вот вертелась вертелась и в конце концов вот появилась вот такой такой коллектив по вашему мнению вот эта идея объединения создания комитета к чему приведет конечная цель ложка такая ну естественно радужная ну чему может быть как вы рисуете у себя картинку в голове вот так скажем картинка в голове у меня следующая все эти люди которые сейчас объединены в один коллектив который назвали вы в том числе комитет в 8 или там другие люди связанные со сказать со СМИ вот главная задача это всяческое содействие развитию малой Родины для нас это республика Калмыкия вот и еще раз подчеркну это не какая-то закрытая группа незакрытый клуб да где там участники исключительно по карточкам золотым нет абсолютно сказать коллектив открыт для взаимодействия с патриотами и с людьми которые действительно желают процветания своей малой Родины вот такой вопрос тоже не могу не задать получается так что он не может не задавать задавайте член члены комитета довольно-таки люди уже все в возрасте да ладно ну шестидесяти да кто-то за 60 ну хорошо это возрасте считается ну я считаю ладно хорошо это может быть какая-то потребность желание или что это чтобы повернуться к республике и начать делать для нее какие-то блага вот развитие да вы имеете ввиду почему раньше этим не занимаемся имеется ввиду до этого я понимаю да помогают люди я знаю константин джимбина олег братунов дольган николаевич помогать лессандр иванович все это самостоятельно всегда этим занимался почему именно сейчас ну я не знаю наверное наступает такой период когда ты чего-то уже достиг наверное получил какое-то уже самоудовлетворение и наверное появляется какой-то какая-то возможность и это возможность она достаточно обширно появляется время в конце концов которое может быть посвящено в том числе сказать и своей малой Родине вот я вот так могу объяснить еще раз подчеркивает а не значит что до того момента как мы там собрались никто ничего не делал как раз все делали но по своим направлением что-то по крупице там да по чуть-чуть а вот объединение произошло сформировался коллектив именно 8 января это вот по предложению александр иванович удален николаевич это происходило меня пригласили вот можно сказать так что объединение в комитет 8 произошло для того чтобы как бы ну вместе же веселее вместе веселее вместе эффективнее да можно делать более глобальные проекте в том числе для в том числе можно сказать тогда если там как каждый по своему направлению что-то делал по чуть-чуть объединив усилия может сделать гораздо больше да можно еще один вопрос сотрудничество комитета с властью на на одну даст властью республики как ну во первых мы я же говорю что мы открытые для взаимодействия со всеми с местными органами власти тем более у нас никакого замскать противоречия в смысле желания развивать республику нет если местные органы власти сказать стремятся развивать республику то мы в этом совпадаем по мнению почему мы должны с ними не взаимодействовать целью однако и калмыкин как они конечно конечно вы иногда сейчас я задам такой вопрос может быть у меня наши зрители немножко осудят вот носит перед истории немножко все на комитета приезжали на интервью зацию шадин ламы испуге калмыкия и я узнаю сандр иванович царство небесное рядом анатолий иванович ну и ангелин соответственно дорога николаевич олег мартунов очень религиозные люди вот я не очень религиозный человек я считаю духовность для меня важнее духовность чем религия поскольку я считаю то что помолиться можно дома не обязательно тихуру и первый вопрос действительно ли вы том числе объединились на основе буддизма веры наши религиозные и второй не кажется ли чересчур это много религий чересчур понятно понятно ну я сейчас наверно не готов за всех членов нашего коллектива ответить ну скажу по себе вообще тема буддизма такая сказать это высшая материя и вот я знаю всех кого вы перечислили они это пропустили через свою душу они это уже несут собой через всю свою жизнь ментально наверно я не понимаю из-за этого что говорю у меня есть такая мысль да вот и играли вот различные буддийские направления знания явления на то что мы как бы организовались в коллектив думаю да влияло повлияло повлияло но из оснований да думаю да повлияло но мое мнение что касается меня лично я как бы не могу что я набожный человек да но при этом я не могу сказать что я там безбожник какой-то я тоже прекрасно понимаю что тот человек который каждый день там ходит в храм и там молится да а при этом выходит и делает гадости ну что это за да или газа человек и наоборот любой другой человек который там в храм не ходит но гадость и не делать мне кажется он ближе скоти духовные нас делает хорошие да да делать хорошие поступки он гораздо ближе к скоти до том числе чем тот который ходит но делать потом гадости насчет того что то вы берете вынесу не очень религиозный вот и можете помолиться дома и допустим там в ходить не надо я я не говорю что не надо мнение не надо а можно не ходить а домаман сзара и сказали да можно не ходить follow of дома помолиться можно и нужно дома молиться и можно и нужно ходить фрул это мое личное мнение почему потому что все-таки опять же буддизм в большей степени это это наверное наивысшее учения духовные до чем религия вот не буду ни с кем спорить высказываю свою точку зрения а а вот хурул это все-таки ну наверное любой другой храм скажем так ну для нас хурул это храм где сосредоточены высшие силы так все просто и это понятие но многогранно поэтому хурул можно ходить не только для того чтобы молиться наверно для того чтобы там сама очиститься что-то осознать не на есть хурул найти заново какой-то таки равновесие вот вот там еще раз говорю это очень многогранная тема и высоко духовно-нравственная вот так ну да я наверное этого еще не чувствую не понимаю поэтому может быть так и говорю но дай бог конечно чтобы к этому пришел все придут к этому рано и спасибо что уделили время по традиции пару слов нашим подписчикам нашим вашим нашим подписчикам конечно же удачи и успехов желаю все будет хорошо главное чтобы каждый из нас на своем месте делал свое дело честно добросовестно ну и максимально эффективно не просто слова и не пафос вот говорю как есть спасибо